заходите иди открывай двери проходите дети все ушли почему-то туда в храм не с кем уроки проводить игнать тихонович нету никого нету галя завела детей своих срывает занятия я не пойму почему ну наверно что я буду вести ну ничего беде пока есть я подготовила песню написала с ними к рождеству ты на это не смотри я их останавливал они все разворачиваются я говорю а куда вы они туда заходят не разговаривали маленькую девочку потащили за собой или они до маленькой до маленький все туда утащили не ваше виде занятия ты на не гляди от тебя это независимо придется другое у меня не ходила я библию вас сейчас она к ребятишке встаем алилу и арилу и арилу и арилу и слава тебе божия благодарим тебя за все отец сын и святой дух господи иисусе христе сыне божий благослови наше занятие просвети нас господи духом твоим святым так садитесь это когда бывают люди не согласны в организации даже объединенных наций это или в думе где-то в рейхстаге они встают и все выходят то есть не согласны с политикой партии или как то так было это такого не было никогда люди-то дети здесь они там в этом благо есть потому что здесь у нас 25 минут проходит на службе не бывает а там и на службе вы все дальше не надо ничего не я продолжаю так кто домашний урок готовил так поднимай вставай или нет громко и 22 возвратитесь мятежные дети есть целью вашу непоклонность вот мы идем тебе бы ты господь бог наш хорошо в ликерия ты какое-нибудь местописание знаешь никакой не знаешь так матфея задавали 16 18 и я говорю тебе ты пётр и на всем камнем давайте мы с вами сегодня позанимаемся детской библии для малышей и начнем сначала проходить о создании мира на тихо простите очки опять сбила меня галя ты два раза отмахиваешь дверь и они-то и стучат медленно потихоньку дверь прикрываешь чтобы не слышно там там раз служба идет в храме я хочу напомнить одну хозяин посылает собирать пиршества никого нету он где они отказались под разными причинами где-то что-то кем и и он говорит идите там по заковулкам слепых хромых дом наполнится ты никогда об этом не думай продолжай спокойно вести занятия мы живем в доме наш дом находится в нашей стране а наша страна это часть большой круглой земли все знают что наша земля шар да такой шарообразный а я не верю не веришь а ты как веришь земля плоская когда космонавты летят из космоса они вокруг земли облетают по кругу спутник даже вот смотришь он одно и то же время возвращается по небу звездочка такая движется красивая блестящая в детстве очень любила смотреть я маленькая была когда как мне а у меня дедушка он преподаватель был сопроматывал институте строительном и он мне все время шутил надо мной смотри на луне а там космонавтик космонавтик прилетела вон он там стоит ручкой машет и я всегда смотрела верила что там космонавтик думала ему тоже махала вот космонавты когда в космос полетели они видели земля круглая они облетают постоянно в одно и то же время вокруг нашей земли корабль когда плывет в море видно как он опускается за горизонт горизонт это линия которая мы видим где земля с небом сходится за эту линию он с водой а если бы она была плоская ничего такого не было и потому что это все проходит в школе ручку надо поднимать когда ты помнишь учителя а как много глубоких морей на нашей земле а как много людей живет мы даже не знаем точно сколько сейчас говорят примерно 7 миллиардов человек живет на нашей планете это очень много многие живут у себя дома как и ты есть и люди у которых нет своего дома не только люди населяют землю рядом с нами живет много животных каких животных узнаете ребятишки вот так каких еще быстренько ты уже коза так коза щепта ну вот собачка так а какие дикие животные тигра леопат молодежь а кто этих животных господь господь молодец так кроме того на земле живут птицы у них крылья и они умеют летать помнишь какие птицы бывают волопри так еще голубки голубки молодцы синючки молодцы а в других странах живет много других птиц там экзотические райские птицы я смотрела на фотографии такие красивые я еще знаю птички ворона так это все наши русские ворона а заграничные там попугаи различные птички в воде живут рыбы и павлина в воде живут рыбы а всю нашу землю покрывают различные растения и деревья красивая наша земля ну знаешь ли ты кто создал нашу землю уже ответили что было правильно а как появились первые люди животные первые растения кто создал птиц которые умеют летать и рыб которые умеют плавать кто создал небо воду кто создал на небе солнце луну и все звезды все это создал бог а давным давно всего этого не было не было ни солнца ни луны ни звезд и было очень темно не было ни людей ни животных ни птиц ни рыб не было ни растений ни даже самой земли еще не было еще раз собачка была никого не было только высоко в небесах жил бог потому что он всегда был и всегда будет как бога еще имя кто бога знает так иисус христос так это сын божий а сам бог отец как его имя иегова по-емблейски яхве у них сущий он переводится сущий это значит всегда постоянно живущий без начала без конца вчера и сегодня и завтра вечный одинаковый бог у бога есть тело есть тело у бога или кто он что из себя бог представляет бог есть дух правильно человеком он стал только в образе иисуса христа когда воплотился от девы марии так бог есть дух его не видел никто никогда ангелы впервые увидели только когда иисус христос родился младенец они воспели аллилуйя слава башне и решил бог сотворить мир сначала сотворил бог небо и землю земля была безвидна и пуста никто не жил на ней и вокруг было очень темно и сказал бог да будет свет и сразу стало светло вот все интересно читаешь когда время творения на третий день только бог солнце создал на четвертый до этого свет уже был бог есть сам свет он сам может свет источать в небесном иерусалиме бог сам будет нам светить он семь раз ярче солнца светит написал бог отделил свет от тьмы и назвал свет как тьмой а тьму мочью правильно так появился первый день на земле на следующий день бог создал что небо небо когда пойдешь гулять подними голову и обязательно посмотри на небо какое оно красивое вот мы на горе живем в таком месте красивом так близко небо к нам и каждый день разное такие красивые оттенки на нем такие облака чудесные в заре во всю рассвет закат как солнышко встает как садится все очень хорошо видно если бы я художником была бы я лицо небом вырисовала каждый день на третий день бог собрал всю воду вместе и назвал ее морем а сушу которая освободилась освободилась из-под воды он назвал воду назвал морем а сушу как земля земля правильно молодец на земле еще ничего не росло и бог покрыл ее прекрасными деревьями травой и другими растениями и увидел бог что все что он сотворил было хорошо так закончился третий день сотворения мира так что это такое ну-ка тихо сидим так давайте повторим первый день что сотворил бог свет так второй день небо третий день растений воду отделил от суши и создал растения так ты наверное знаешь что для того чтобы травы цветы деревья и кусты росли им необходимо что чтобы светило солнышко и еще водичка и на четвертый день бог создал солнце а чтобы ночью не было совсем темно он создал луну и звезды ты видел сколько звезд на небе но так много что нельзя сосчитает как бог звезды расположил по всему небу прекрасными созвездиями когда берешь он не бинокль есть я очень люблю на звезды он так может только вроде там звездочкой там звездочки когда берешь бинокл deal смотришь это даже не телескоп уже как мандabel манная крупа как будто по небу рассыпаны их настолько многоц что там сосчитать даже невозможно. Сколько этих звезд, миров. Я люблю маму, Милкашу. Моя любила. Да. Наступил пятый день. На земле было еще очень тихо. И Бог сказал, пусть в море и в других водах плавают рыбы. Так и случилось. Всюду в воде стали плавать рыбы, большие и маленькие. В этот же день Бог создал птиц, и они стали летать в воздухе. Большие аисты и маленькие воробьи и многие-многие другие. Пятый день закончился, и наступила ночь, и все птички заснули. На шестой день Бог создал самых разных животных, больших и маленьких, диких и домашних. И все звери, птицы и рыбы стали жить на земле вместе. И увидел Бог, что все, что Он сотворил, было хорошо. А после всех животных, птиц, растений, кого Бог сотворил? Людей. Людей. Как их звали? Адам и Ева. Адам и Ева. Это будет следующий наш урок. Если мы вот так же с вами, с малышами останемся, мы будем заниматься следующий урок про Адама и Еву. Так, сейчас повторяем. Сначала что было? Солнце. Сначала. Вот в самом начале, так? Темнота. Темно, ничего не было. Потом Бог создал землю. Написано, земля была безвидна и пустая, и Дух Божий носился над волнами, над водами. В одном месте носился, в другом парил. Разные переводы там есть. Так. И что первое Бог сотворил? Первый день так. Эм, сотворил свет. Свет. И тьму. Тьма уже была. А что вперед было? Утро или вечер? Утро. Утро. Сначала было с ветром, потом темно стало. А что сначала было? Тьма. Тьма. А это вечер, да? А потом стал свет. Вот сначала было вечер, а потом утро. Евреи, так до сих пор у них и идет. Вот в 6 часов вечера у них начинается другой день. Новый, следующий. Правильно же, Игнат Тихонович? С вечера следующий день начинается. Так. Так и было изначально. А потом уже у нас все поменялось. Так, доводится. Батюшка идет. Кланяем сэмси. Садимся. Так, свет сотворил Бог. На следующий день, на второй, Бог сотворил. Повторяем. Небо. Небо. И там интересно, написано в оригинале, что он отделил, которые воды под небом, от воды над небом и создал свод. Вот этот свод он назвал небом. Я думаю, до потопа было другое состояние. Вот это. Небо. И сейчас говорят, что этот озоновый слой, вот во землю, которая окружает, он защищает нас от солнечных лучей, от радиации, чтобы земля не сгорела, чтобы у нас атмосфера не улетала никуда. Действительно, существует такая оболочка озоновый слой, которая защищает нашу землю. Возможно, это и есть твердь, которая имеется в Библии. Интересно, что до потопа там люди были, великаны, небольшого роста. Вот сейчас часто показывают, находят скелеты. Была, наверное, другая обстановка на земле. Высокие деревья, тепло, теплый климат. Адам и Севы, они в раю ходили раздеты, им было тепло. В двух прохладе дня приходил с ними, беседовал. Был парниковый, наверное, эффект такой. Вот я геолог, я много этих периодов изучала геологических. Когда динозавры жили, меловой период, карбоновый период, там их много было. И потом, вот когда вот это в потоп вылилось, видать, вода, много воды было. И совсем другая обстановка на земле началась. Я хочу вам на дом задать очень коротенький отрывок. Евреям 4,12. Слово Божие живо и действенно. Повторим. Слово Божие живо и действенно. Евреям 4,12. Пожалуйста, Грикиреп с Бабы на этот случай. На следующий раз ручку поднимешь и обязательно расскажешь. Он коротенький, специально для маленьких подходит. Кто запомнил? Повторим. Слово Божие живо и действенно. Еще раз. Слово Божие живо и действенно. Хорошо. Какую-нибудь песню на Рождество помните? Я написала песню, хотела с детьми рассказать про композиторов, про поэтов, которые писали эту песню. Как я... Да, целую хотела. с ними расскажем. Подготовиться. Они взяли текст, сказали, будут учить, сказали, Тарасий, возможно, музыку подберет. Я хотела к Рождеству подготовить. Какой сейчас пост будет? Начался пост какой сейчас? Рождествен. Рождественский пост. А после него какой праздник будет? Рождество. Что? Чье Рождество? Иисуса Христа. Иисуса Христа будет Рождество. Какого числа праздник будет? Рождественского имбаря. Какого имбаря? Полнота. Полнота Божья. Какой сейчас? Седьмого имбаря. Исполнилось. Чайные дети. А это не скоро будет? А? Не скоро будет. Не скоро. А еще? Надо поститься. Вот что мы делаем всегда? Молимся. Молимся. Так. Еще что? Не едим. Не едим. Молочное. Не едим молочное. Постимся. Так. А к чему мы готовимся всегда в пост? Праздник. А до праздника к чему готовимся? Ты исповеди к причастию, да? Да. Сейчас. Бог нам для чего посты дал? Ну, это не Бог нам дал, конечно. Первый пост Бог поставил где? В район, где реппознание добра и зла было. Чтобы Бог мог видеть, как человек действительно любит Бога или нет. Чтобы добровольно было послушание человечества. А вот Адаму и Севы не очень любили. Они ли не послушались? Они были тоже как дети. Еще ничего плохого не знали. Никто их никогда не обманывал. Никто не обижал. Они не болели. Не умирали. Не понимали, наверное, еще до конца, что имеет в виду Господь, когда говорит, что вы умрете. А мы грешим каждый день. Все знаем, читаем, понимаем. И все равно грешим. Нам наказания больше будут. Они, когда Израиль выгнал Господь, они 900 лет возле рая сидели и плакали, каялись. И ждали Господа. Бог им пообещал, что он пошлет Спасителя и выведет из рая. И из ада выведет, в рай возьмет. Они ждали воду его там. Христос сошел, проповедовал, когда его распяли. Детишкам. Как вы умершим и взрослым. Всех, кто ждали Господа. И всех вывел. Все, запозевали, устали. Да? Споем песенку детскую какую? Споем рождественскую? На лошадке в садках едем мы зимой, и на сердце сладко по пути домой. Колокольчик звуки под духу звенит, и лошадка резво быстро по полю бежит. Рождество, Рождество, вот и Рождество. Пусть звучит благая весь, всюду-всюду, где мы есть. Рождество, Рождество, это торжество. Сердце радостно поет, потому что Рождество. Пусть звучит благая весь, всюду-всюду, где мы есть. Рождество, Рождество, это торжество. Сердце радостно поет, потому что Рождество. Все расслабились, но и теперь пойдемте молиться. Мам, мы еще побудем. Еще побудем? Ну, хватит, мы уже долго занимаемся. Вы маленькие, у вас уроки короче в первом классе. Давайте, вставайте. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Благодарим тебя, Господи, за твои милости к нам, Гришна. Господи, помилуй, Господи. Надо остановить, колонимся, как положено. Так, крест не ломаем. Не забудьте. И время 4, 12. В храме даже шепотом не разговаривать, не передвигаться. Учитесь. Дверь не хлопать, а аккуратно придавливать. Милосты, Господи. Милосты, Господь, если бы всем обидимым сказал. Песня. Милосты, Господь. Песня. 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 Господи, помилуй, Господи, славенную славную Владычицу нашу Богородицу, Христа Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе друг друга и живот нас Христу Богу предадет тебе, Господи. Дяко Твоя держава и Твоя царство, сила и слава, Царь, Сына и Святаго, Духа ныне пресна и во веки веков. Аминь. Слава Церстину и Святому Духу, хвали, Душа моя, Господа, Восхвали, Господа, в животе мое, пою Богу моему додиже есть, не надели, где все на князе, на сыны человеческие, в нижние спасения. И взыдет, Дух его и возвратится в землю свою, в твой день подержится по мышлению его, блажен ему же Бог, как помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего неба и землю, море и цережье в них хранящего истину в век, творящего сунг обительным, дающего пищу алчущим. Господь решит окованное, Господь умудряет свекцы, Господь возводит неизверженные, Господь любит праведники, Господь ранит пришельцы, свежую лягу примет, и пусть грешный погубит, о царисто, Господь поверь, Бог, кто все у него роды и род, и ныне, и пресно, и во веки веков они. Единородны, сильны, в слове Божьи бессмертенцы, и изволивай спасение нашего ради, воплотитесь, от святые Богородицы, и прислоделы Мари, непреложного человечивыся, прославляем мы Отцу и Святому Духу, спаси нас, спаси нас. Покинем, Господа, помолимся, Господи поминем, Господи поминем, Господи поминем, Боже, Твоей благодатью, Господи поминем, преблагословенную славную Владычецу нашу Богородицу, Христа Деву Марию, всеми святыми погонувши, сами себе друг друга весь живот наш Христу Богу преодадеем. Грибе, Господи, Господи, Яко благ и человека любит Бог и истинь, и Тебе славу воссылаем Отцу, и Сыну и Святому Духу, ныне пристаем, во веки веку. Аминь. 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 Боже, святый Твоем, помяни нас, Господи, вверх да видишь и в отцовстве Твоем, блаженим, нищие духом, яко тех, где царство небесное, блаженник плачущий, яко тех, где шатца, блаженник роти, яко тех, где землю, блаженник плачущий, жаждущие правды, яко тех, где насытятся, блаженник плачущий, блаженник милостиви, яко тех, где памелом они будут, блаженнические сердце, яко тех, где Бога узрёт, блаженник миротворцы, яко тех, где сыновь Божий, Песня. Песня.